Шалом-шалом, мои дорогие друзья. С вами я, Леви Ашер Харпатин. Вас ждет свежая майса перед Шаббасом. Это произошло в небольшом еврейском поселении в городе Прага, Чехия. Жил там один еврей, фермер. Каждый день работал, давал вздоку, ходил в синагогу, соблюдал Шаббас. Он был достаточным примером. Хорошая семья у него и жизнь была неплохая. Абсолютно все хорошо. То есть человек жил правильно, давайте скажем так. И вот однажды он начал обращать внимание. Есть люди, которые убивают, грабят, не дай бог насилуют. Я это все вижу в этом городе, даже в нашем еврейском поселении. И они живут не хуже меня. А некоторые даже лучше. Он себя накручивал этим вопросом достаточно большое количество времени. И позже он решил отправиться к Равину. Он не хотел его до этого дергать. Он был достаточно на высоком уровне. Равин очень уважаемый. И он все-таки все говорит. Я иду к Равину, мне нужно узнать. Потому что я для себя, я не понимаю все. Я не осознаю как это. Люди нарушают заповеди Тора. Они делают прямые запреты. Извините меня, публично. Все, они живут хорошо. Я этого не понимаю. У меня, наверное, нет такого уровня, как у Рава. Все, я пойду. Он заходит в кабинет, говорит, шалом алейхам, Рав, можно зайти. Ему говорят, да, Мэндл, проходи, Мэндл его зовут. Назвали. Он озвучивает Равину. Это все достаточно не краткой форме, объемной. На что получают ответ? Он говорит, смотри. Во-первых, это испытание. Испытание. Для них и для тебя. Он ничего не поймает. Он говорит, я тут при чем? Какое испытание? Он говорит, ну ты послушай. Для этих людей отведено специальное время, когда они могут одуматься и перестать этим заниматься. Если же нет, Всевышний их будет так карать, что тебе это даже лучше не знать. Они будут уничтожены и морально, и физически. Он говорит, понял. А я здесь при чем? Он говорит, это испытание еще для тебя. Если твои глаза это видят, и ты не сворачиваешь с верного пути, и не идешь на путь, давайте скажем, не по Торе, то ты прошел это испытание. И у тебя будет свое вознаграждение. Да, ты увидел, что они разбойники, воры, у них все хорошо. Но ты туда не пошел, ты прошел испытание Всевышнего. Поэтому, друзья, давайте мы будем обращать внимание только на хорошие вещи, которые связаны с Торой, которые связаны, по крайней мере, с позитивом. И будем понимать, что все, что мы видим плохое, это ненадолго. Это испытание и для них, и для нас. Браха ва слуха. Всем хорошей недели. Шаббат шалом. Спасибо.